Здравствуйте! Утром солнце восходит, а вечером солнце садится. Когда солнце садится, никто из нас не переживает, что оно завтра не восходит. Если поехать в страну, которая называется Кирибаши, там солнце садится и поднимается с моря. Однажды один ребенок сказал, мама, мама, смотри, солнце утонуло. Мама, что делать, когда солнце утонуло, ведь мы не сможем спасти его. Тогда мама сказала ему, сынок, не плачь. Под морем живут карлики. И они всю ночь работают, чтобы создать новое солнце. И когда наступает утро, они со всей силы толкают новое солнце, и тогда восходит новое солнце. В этом космосе, который сотворил Господь Бог, есть день и ночь. Люди любят день, но никто не любит ночь. Но Господь Бог создал ночь и день. И никто из нас не любит ночь отдельно. Так же и в нашей жизни есть день и есть ночь. Есть светлые люди и так же есть темные люди. Так же есть добрый Бог и есть злой дьявол, который мешает нам. И то, что есть благословение Божие, и то, что есть проблемы, это и правда. Но Господь Бог с Цветом Своим прогоняет всю тьму. Бог сделал, чтобы когда наступает ночь, все мы могли отдыхать. Представляете, как бы люди страдали, если бы им нужно было работать 24 часа в день. Поэтому никто из нас не выражает недовольство за то, что у нас есть ночь. Так же и в нашей жизни порой бывает светло и порой бывает темно. Но люди часто возмущаются из-за маленьких трудностей. На самом деле есть множество поводов для того, чтобы благодарить Бога. Евангелие от Матфея 2 главе пришел Иисус, и это было большой радостью. Пришли волхвы с Востока и поклонились Нему. Пастыри из поля пришли для того, чтобы воспевать Господа Бога и поклониться Иисусу. Но пришли к Иисусу не только волхвы и пастыри. Но также Ирод постал солдат для того, чтобы найти Иисуса и убить, поэтому пришли солдаты. Когда я виду духовную жизнь, я вижу, что есть и день, и есть ночь. Кто же переживает, когда наступает ночь? Те, которые не верят, что наступит день. Но день наступит обязательно. Порой я встречаю людей, у которых есть действительно серьезные проблемы, и есть те, у которых есть радость. Но даже в минуту трудностей, если мы размышляем о Господе Боге, это будет для нас большим благословением. Однажды я читал книгу Исфирь, и в первой главе книги Исфирь царь Артакцерс устраивает пир. Не написано, что царица Астинь была очень прекрасной. Я, конечно, ее не видел. Я думаю, есть ли такая красивая в нашей церкви? Конечно, моя супруга тоже очень красивая, но я не думаю, она настолько красива, как Астинь. Так вот, была царица Астинь, и царь Артакцерс, он был пиан, и у нее поднялось настроение. И царица Астинь имеет очень привлекательную внешность. Поэтому он хотел показать свою царицу всем своим подчиненным. Царь послал слугу к Астине и сказал, оденься по-царски, надень венец и покажи свою красоту народу. Скажите честно, вот девушки любят показывать свою красоту или не любят показывать? Конечно, ведь они хотят, чтобы смотрели на их красоту. Царица Астинь могла подумать, ой, царь наконец-то признает меня. Вот я красиво наряжусь, чтобы показаться им. Если бы она подумала так, было бы так хорошо. Но ведь у людей разное сердце. Я думаю, многие из нас на ее месте показали бы свою красоту. Сказали бы, это самый хороший момент, принесите лучше одежду. Как я выгляжу? Как моя прическа? Расскажите. И пошла бы, наверное, показать себя. Но мы не знаем, почему. Однако царица Астинь отказалась пойти. Царь ждет, чтобы царица пришла, но она не приходит. Но ее нет. Ведь точно ей передали мои слова? Да, царь. Точно ей передали мои слова? Да, царь. «Я же царь», а она пренебрегает словами царя. И царь открыл уста. Царица Астинь ослушалась меня, что мне сделать с нею? Знаете, лицемерные поданные – это не какие-то особенные поданные. Когда человек находится рядом с царем, он, само собой, становится лицемерным поданным. У царя должно быть хорошее настроение, чтобы все вопросы решились. А если настроение у царя будет плохим, тогда все будет плохо. Поэтому поданные смотрели, какое настроение у царя, и видят, что у него неприязнь к царице. Они могли сказать, царь, женщины все такие, давай будем пить. Но когда они посмотрели настроение у царя, у него было настолько плохое настроение, что эти слова не помогут ему. Поэтому они говорят так, чтобы понравилось царю. Царь, царица Астинь, она согрешила не только перед тобой, а перед всей страною. Если весть о том, что она слушала себя, дойдет до всех стран, тогда все жены будут говорить мужам, даже царица не слушается царя, почему я должен слушаться тебя? Тогда в нашей стране будет большой гнев. Поэтому ты должен немедленно лишить ее должности царской и поставить лучшего человека на месте царицы. Вот такое решение было принято. И в тот же день царица Астинь лишилась своего звания. И царь хотел себе новую царицу. Есть сверь, которая верила в Бога, стала царицею. Да, на этом история заканчивается. Но потом, если посмотрим в следующую главу, был человек по имени Аман, сын Аманадафа. И царь хотел поставить его в следующем посте царя в стране. И когда царь возвысил Амана, сына Аманадафа, тогда все поклонялись ему. Но почему-то Мордахей не поклонялся Аману. Аман разгневался. И он узнал, что Мордахей является иудеем. И тогда Аман идет к царю и говорит. У нашей страны есть один народ, который другие законы, поэтому с ними жить бесполезно. Я думаю, будет хорошо истебить всех иудеев. И тогда царь поставил печать. И решили уничтожить всех иудеев. И вышел указ, что такого-то числа убьет всех иудеев. Поэтому весь народ иудейский начал паститься, молиться, плакать. Но что удивительно. Удивительно то, что Господь Бог поставил Эсфиль, племянницу Мордахея, царицею. И Мордахея размышляет. Вот скоро все иудеи погибнут. Эсфиль не могла стать царицей, но почему же Астинь вдруг ослушалась царя и не пошла перед народом? А, наверное, Господь Бог предвидел все это, поэтому поставил Эсфиль, чтобы спасти наш народ. Как бы Мордахея не размышлял. Как было бы хорошо, если бы Астинь, по слову царя, пошла бы и показала бы свою красоту перед народом. Но у Бога был план. Бог хотел сделать Эсфиль царицею и хотел разрушить этот план Амана. И тогда Мордахея говорит Эсфире. Пойди к царю и проси за иудейский народ. Тогда что сказала Эсфиль? Что все знают в этой стране, что если пойти к царю без приглашения, тогда ждет смерть. И уже 30 дней я не зван на к царю. И тогда Мордахея говорит Эсфире. Если ты промолчишь в это время, то свобода избавления придет для издев из другого места. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Но если ты промолчишь, ты погибнешь. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Знаете, каждый раз, когда я читаю Эсфир, я чувствую в моем сердце, что хотя в моей жизни порой были трудности, тяжести и испытания. Конечно, я не могу вспомнить все эти трудные моменты, но каждый раз, когда у меня были трудности жизни, господь Бог открывал путь, по которому я мог уйти, приготовил людей, которые помогали мне. И всегда была рукопомощь в моей жизни. Когда мы размышляем над словом, порой мы не замечаем и пропускаем мимо себя. Царица Астинь, она могла по указу царя пойти к царю, спеть песню, станцевать, тогда было бы всем так хорошо и весело. Другим царицам даже такой возможности не дает. Но почему-то Астинь же не хотела пойти к царю. И так она лишилась достоинства царского. И после нее Эсфир стала царицей. Когда иудеи должны были все погибнуть, Мардахей понял, что А, Эсфир стала царицей именно для этого. И поэтому он посылает человека к Эсфире и говорит, не думай, что ты от нас спасешься в дворце царском. Если ты промолчишь в это время, то свобода и сбавление придет из другого места, а ты, дом отца твоего, погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Каждое слово Мардахе было правдивым. Да, царица Эсфир чувствует большое время пойти к царю. Но она решила пойти к царю. Когда я читаю эту книгу, я так удивляюсь. Например, царь мог проводить какое-то совещание. Или встретить иностранных послов. Или пойти на охоту. Или мог спать в то время. Если бы Эсфирь пришла бы во внутренний двор, а никого бы не было, ее должны были убить. Но что удивительно, когда мы читаем Библию, то в Библии написано, что царь сидел напротив ворот и видит, что ворота открываются. Царь удивился. Кто это заходит сейчас? Кто же это? Если я не приглашу, они же умрут. Кто это сейчас открывает ворота и входит? Царь посмотрел в сторону входа и не мог оторвать глаза. Двери потихоньку открылись. Царь внимательно посмотрел. Астинь даже по приглашению к царю не приходила. А Эсфирь же, когда ее жизнь находится в опасности, все равно приходит к царю. И тогда царь протянул золотой скипетр. Потому что если протянуть золотой скипетр, тогда она остается жива. И говорит, царица, добро пожаловать. Царица Эсфирь. Что тебе? Думаю, есть какая-то проблема, из-за которой ты пришла сюда. Расскажи, пожалуйста. Что же случилось у царицы, что она пришла сюда рискуя жизнью? Я хочу приготовить пир, приходи с Амманом вместе. И в конце концов, через Эсфирь, иудеи получают спасение. Когда мы размышляем. Кажется, что произошло все случайно. Но Господь Бог уже заранее знал, что Амман будет пытаться убить иудеев. И поэтому послал царицу Эсфирь, чтобы подготовиться к этому. Конечно, я не знаю хорошо Библию. Но также в моей жизни порой были серьезные трудности. Но потом, когда я глядываясь назад, я видел, что Бог заранее знал, что это произойдет со мною. И приготовил, как Эсфирь, так же и в моей жизни Он готовил. Я читал Евангелие от Матфея 2 главу. Ангел явился, Мария сказал, что ты родишь сына. Мария сказал, я же не знал о Мужах, как я могу иметь ребенка. Ангел сказал, ты зачата Духом Святым. Итак, Мария зачала ребенка. Когда мы читаем Библию, да, Йосиф встречается с Марией порой, проводит время с нею и чувствует, что ее живот растет. И это создает серьезные проблемы в душе Йосифа. Может быть, однажды он сказал Марии, А Мария сказала, что она зачата от Духа Святого. Йосиф никак не мог принять ее слова. Он подумал, ой, женщине нельзя доверять. Согласны с ним? Йосиф никак не мог понять Марию. И он решил попрощаться с Марией. Но что удивительно, Бог говорит следующее Йосифу. Не бойся принять жену твою, Марию. Она зачата Духом Святым. Когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, порой мы не доверяем Богу. Знаете, какое сердце вкладывает сатана? В этот раз он не поможет. Сатана говорит, в этот раз Бог не поможет. Разве это получится? Да невозможно это. Да не получится. Не получится. Но Бог говорит, нет. Если Бог не поможет нам, кому Он будет помогать? Однако нам кажется, что не получится. И мы говорим, не получится. Да, если за месяц еще как-то было бы возможно. А тут два дня осталось до мероприятия. Также у меня часто так бывало. Но Господь Бог обязательно живет в нас и действует. Уже прошло много времени. Порой, когда сестры к нам приезжают в гости, моя супруга рассказывает, как мы жили раньше. И она рассказывает, как нам было тяжело и трудно. А я ее слушаю и вспоминаю. А, правда, ведь были такие дни у нас. Но Господь в нашей жизни многочисленных раз помогал. В 97-м году из-за яшевого желудка я за три месяца похудел на 7 килограммов. И в то время я повел в Евангелие от Марка 11 глава 24 стих и за 24 часа полностью выздоровел. Потом, когда мы поехали в Кимчон, у нас была проблема с домом. В моей жизни были многие трудности. Но я был благодарен, что Бог помогает нашей жизни. Однажды, когда мы жили в Кимчон, у нас не стало еды. На тот момент моя супруга была беременна, и поэтому у нее был большой живот. И знаете, когда женщины беременны, это хорошо. Потому что не заметно, что они не ели. Но вместе с супругой мы пошли в детский дом. Я сказал, я хочу встретиться с директором. Директор детского дома встретил он нас. Я сказал, я специалист передавать слово детям. Я сказал, если вы позвольте, я хочу передать слово этим сиротам. Ничего взамен я не требую от вас. Когда эти дети вырастут и окажутся в обществе, вы представляете, как им будет тяжело? Поэтому я хочу научить их вере, которая есть в Библии. И директор детского дома, она много думала. Потом сказала, хорошо. Мы собрали где-то 100 сирот. И на протяжении четырех дней мы провели счастливое время. Дети обнимали мою супругу и так радовались. Моя супруга учила их петь, учила детским гимнам, очень хорошо занималась с ними. А я потом передавал слово. Во время обеда нам давали еду, и это была такая хорошая еда. Я помню, что я был очень благодарен. Мы вкусно ели. И потом, после обеда, мы передавали Евангелие. Потом нам давали хороший ужин. После ужина. Допоздна мы передавали слово. Детский дом находился где-то в четырех километрах от нашего дома. И вечером мы пешком возвращались домой. Моя супруга, она плохо ходит. Я вот еду, а потом вижу, что ее нет рядом со мной. Оглядываясь назад, она далеко от меня, а я жду. На второй день мы вставали рано утром. И снова ходили в детский дом. И пока мы четыре дня проводили семинары, было очень хорошо. Мы встретили одного пастора. И мы говорим, что мы специалисты для того, чтобы передавать слово детям. Нам не надо ничего давать. Мы хотим просто передавать слово детям. И идем к ним. Но пастор, если говорить не надо, тогда мы уходим. Не все давали разрешение. Но, по крайней мере, пока мы передавали слово, нам давали пищу. В прошлый раз, когда мы проводили концерт рожейского кандата в городе Куми. И одна сестра, директор школы из Тэгу, пришла ко мне. Я сказал, ой, я хорошо знаю эту школу. Она спросила, как вы знаете? Я спросил, там разве не был пастор Ли Сучан? И он говорит, это мой отец. Вот как. Я сказал, я много проводил семинаров в его детском доме. И мы очень стали близкими. Прошло несколько лет. Я был в школе Ханель. Поздоровался с руководителем. И к обеду говорит, пойдемте пообедаем. Я сказал, просите, пожалуйста, но сегодня нет времени. Можно я завтра приду, чтобы пообедать с вами? И сказал, да, хорошо. И тогда, на следующий день, я взял своего сына с собой. Четыре пастора, я и мой сын, мы очень хорошо пообедали. И потом все убрали в сторону. Я открыл Библию и передавал Евангелие. Мы стали очень близкими. Пока у меня есть Евангелие, где бы я ни оказался, я могу жить. Да, бывают трудности, бывают тяжести, бывают сложные моменты. Но что удивительно, Господь Бог точно знает нас. Я ясно мог увидеть, что Господь Бог заранее готовит наш завтрашний день, то, что больше здесь 20 лет. На протяжении прошлого года, 2020 года, когда пришла пандемия коронавируса, никто из нас не ожидал, что настало будет такое время. Но знаете, за что я благодарен? В 2001 году мы проводили молодежь на лагере IWF. И это было совсем недавно, как пресс-фиктор Ли Хон Мок получил спасение. И церемонию открытия нашей организации IWF мы проводили в его компании. И однажды пресс-фиктор Ли пришел ко мне и говорит, пастор, почему в нашей миссии нет интернет-служения? Я сказал, я бы хотел бы заниматься этим, но я не знаю, как этим заниматься. Я сказал, начинайте. Тогда пресс-фиктор Ли пришел ко мне и говорит, представляете, сайт под названием Good News, оно такое хорошее, но никто не использовал, поэтому мы можем использовать. И так мы можем использовать. И с того момента мы начали трансляцию проповедей в 2001 году. Также для того, чтобы мы могли зарегистрировать нашу организацию, мы подали документы в городе Тэджон и пришел сотрудник. На тот момент мы снимали кабинет в компании пресс-фиктора Ли. И в то время в университете Чунгна мы проводили первый конкурс говорения на английском языке. И сотрудник Мэри пришел и спрашивает, чем занимается организация Вайв. И он увидел, как идет трансляция с конкурса из университета Чунгна. Он начал работать в отделе молодежи. И нужно сделать особый вклад для того, чтобы получить повышение. И он хотел заниматься трансляцией в интернете. Однако он ничего не знал в области интернета. И когда он увидел, что мы ведем трансляцию, он попросил, «Можете помочь, пожалуйста?» Мы сказали, «Конечно, поможем!» И он начал учиться трансляции в интернете. Мы его учили. Он несколько раз видел, как идет трансляция проповедей из церкви. На самом деле, очень трудно было зарегистрировать организацию Айваэф. Говорят, минимум нужно полгода. Мы же получили разрешение за месяц. И так мы смогли зарегистрировать организацию Айваэф. И знаете, каждый раз, когда я вижу подобное, я благодарен Богу. Потому что с 2001 года до 2021 года 20 лет мы транслировали в интернете. В прошлом году, когда нужно было проводить дистанционно все собрания, мы уже имели большой опыт в этой области. И поэтому, без конца мы транслировали проповеди. И миссионерам, которые служат по всему миру, мы сказали обратиться в СМИ и попросили телевидение транслировать наше слово. Сначала представители телевидения смеялись. Они говорили, как мы можем транслировать слово. Но когда они послушали наше слово, они удивлялись. Весной прошлого года 276 телерадиокомпаний транслировали бесплатно наши проповеди семинара. А осенью прошлого года 655 телерадиоценансий. У меня мало памяти, поэтому я у него в голове сохранил информацию. Мне уже почти 80, поэтому я слишком много информации имею в голове. Сколько? 655 телерадиокомпаний транслировали. Помню, что я тоже в молодости все хорошо запоминал. Так вот, в нашей жизни бывают трудности. Порой мы не знаем, как решить проблему. Порой кажется, что передо мной стоит стена. Есть осуждения. Есть противники также. Но чем все это, Бог намного больше. Бог знал, что придет коронавирус. Поэтому заранее научил нас транслировать слово через интернет. Однажды я дал интервью, и они так удивлялись, что мы проводим мероприятия в интернете, если мы-то занимаемся этим в 2001 году. Пастор Львомок так все хорошо приготовил. Надо было со мной еще посовещаться. А он решил пойти в Царство Небесное раньше, чем я. Так мне было обидно. Было бы хорошо, если бы он сегодня был бы с нами. Но я не думаю, что он по своему хотению пошел. Но мы обязательно с ним встретимся. Однажды ночью в Кении мне позвонила жена брата Чон Суно и начала плакать. И говорит, пастор, брат Чон не дышит. Я сказал, сестра, успокойся, не надо плакать. Не переживай. Но брат Чон в тот день ушел в обятик к Богу. Я думал, что ему сделают массаж сердца и он оживет, но было слишком поздно. Но я потом подумал наоборот. Преслед Львомок он так сильно противился с супругой ходить в церковь, но потом получил спасение и занимался многими делами в церкви. и спустя некоторое время пошел к обятию Бога. Мне было обидно, но я размышлял так. Бог предопределил день смерти пресвиктора Ли. И когда я так начал думать, то то, что он получил спасение и то, что он трудился ради церкви, без конца он трудился ради церкви. Хотя он был директором компании, но он больше заботился о церкви, чем о компании. И также брат Чон Сун О. брат Чон Сун О, он был другом губернатора. И губернатор хотел, чтобы он нашел себе другую супругу. И я до 10 часов вечера ждал его. В 10 часов он пришел домой. Я передал Евангелие. Я был очень благодарен. Братя Чон Сун О, он был таким простым человеком и таким хорошим был. Однажды он сказал, пастор, я уже месяц как-то не работаю. Я спросил, а чем ты занимался? Я занимаюсь строительством. И в то время как раз было строительство молитвенного дома в городе Тегу и там нужен был специалист. Но я же не знаю, какая была у него должность в этой области. Поэтому я сказал, брат Чон, если ты поедешь строить молитвенный дом в Тегу, тогда я буду давать деньги на рис. Но брат Чон, услышав эти слова, он так был счастлив. Он свидетельствует. Знаете, сегодня утром я молвился перед Богом. Бог я долгое время не зарабатывал денег, поэтому нет еды. Дай, пожалуйста, деньги на еду, тогда я пойду работать. Я как раз сказал, что дам деньги на рис. И он подумал, это воля Бога. И он пошел в город Тегу, начал работать. Я был так удивлен. Потому что оказался, он хороший специалист. Когда строили молитву в Тегу, он говорит, пастор, у меня есть мечта. Какая мечта? Дайте, пожалуйста, мне сделать самостоятельно крышу. Почему? Я хочу сделать дизайн потолка. Есть черчеж. Он сказал, можно я спроектирую? А что ты хочешь? Я глиняный сосуд. Я благодарен, что Бог использует меня. И хочу в области глиняного сосуда сделать потолок. я как-то не мог поверить в него. Я спросил, ты что хочешь там приклеить? Но он просил меня, поэтому я сказал, хорошо. и потолок молитвенного дома в городе Тегу получился очень красивым. Потом, когда мы строили молитвенный дом в Венчоне, из-за того, что там был крутой спуск, нужно было построить так, чтобы земля не рухла. Знаете, за что я благодарен брату Чонг? Он говорит, пастор, давайте я построю так, чтобы не заниматься лишней работой. Я спросил, а это возможно? Он говорит, конечно, опасно. Но я сказал, давай попробуем тогда. И он говорит, если мы сделаем так, тогда мы сэкономим 200 тысяч долларов. Те, которые строят, хотят строить, тратя больше денег, но безопасно. А он же ради церкви, порой даже риску жизни, хотел красиво построить. Я был ему очень благодарен. Я был очень благодарен. И мы начали строить по его совету. и сказал, будь осторожен. Я буду наблюдать за тобой, чтобы ничего не случилось. Знаете, у него была такая особая улыбка и очень красивая была улыбка. Улыбается так. Эти сердца, которые трудились ради церкви, были самыми прекрасными. Но однажды жена, брат, о чем позвонила, мне говорит, пастор, мой муж не дышит. Я сказал, успокойся, все хорошо, все пройдет. Вызовите скорую помощь и езжайте в больницу, пускай сделают массаж сердца. Но когда я вернулся в Корею, мне сообщили, что брат Чжан покинул этот мир. Брат Чжан Суно, пресс-фиктор Ли Геон Мо, пресс-фиктор Кун Йон Бо. Помимо них, многие драгоценные люди умирали. Но когда я смотрю на них, Бог им дал особое благословение. Их день смерти был определен. Но до смерти они служили Богу. Это было так прекрасно. Мы отправили пресс-фиктор Куа в Кению. Он работал в молитвенном доме в Кении и штукатурил стены. И хотя его никто не просил, но он научил местных людей штукатурить стены. В Африке люди не умели штукатурить. Он учил их, как использовать инструменты и был счастлив. Потом проводил библейский семинар. И хотя он в возрасте, но хорошо передавал слово. Я видел, что у него есть радость и счастье, которого нет у других людей. Господь Бог считает наши дни. Он знает о всех нас и считает наши дни. И когда у нас есть трудности, когда есть страдания, Он помогает и я за это благодарен Ему. Я стал уже в возрасте, когда я вспоминаю мое прошлое, то, что я не могу забыть. Это что, когда я испытывал трудности, Бог уже давно заранее знал об этих трудностях. Когда брат Чон умер, я думал, почему он так рано ушел, надо было еще помочь. Но потом я подумал, Бог определил его день смерти и дал спасение перед смертью и чтобы всем сердцем и чтобы и брат Чон мог служить Богу. Бог дал прекрасную жизнь ему. Брат Чон или пресвитер ему и не только пресвитерку, но Господь приготовил многих людей заранее и ведет их. И то, что Господь Бог совершает в нас, это удивительно. Господь сказал Марии, родишь сына и наличишь ему имя Иисус. И Господь сделал не только это. Когда Ирод хотел убить Иисуса, или когда Иосиф хотел оставить Марию, ангел сказал, родишь сына и наличишь имя Иисус. Ибо Он тот, который спасет людей своих от грехов их. И рассказал о том, что Мария чистая, чтобы Иосиф не оставил ее. И когда Иосиф хотел оставить ее, именно тогда явился ангел и сказал об этом. когда Ирод хотел убить Иисуса, ангел говорит, ступай в Египет. И когда пришли солдаты, уже Иисуса не было в Ифлиеме. Дорогие слушатели, Бога мы не можем видеть глазами. Никто из нас не видел Бога глазами. Но мы знаем, что Бог действует. я много раз видел, как Бог трудится моей жизнью. Кто из нас знал, что будет коронавирус, скажите? Никто из нас не знал. Не могли даже представить. Вчера я давал интервью. И знаете, что говорят в СМИ? пастор, как вы могли заранее подготовиться, зная, что будет в такой ситуации? Я говорю, нет, а Бог сделал. 2001 года мы транслировали слово. Спрашивает, а как 655 телерадиокомпаний транслировали 11 раз проповеди ваши по 90 минут. Дорогие слушатели, давайте раскроем наши глаза. Не только то, что мы видим нашими глазами, но и хотя мы не видим. Давайте будем размышлять о деянии Господа Бога, который происходит в нашей жизни. Бог удивительно ведь действует. Да, правительство определяет сегодня сколько человек могут участвовать на собрании. Сегодня зал можно заполнить только на 10%. Знаете, когда мы думаем, мы благодарим Бога. когда вообще никого не пускали, только 20 человек могли помогать готовиться к собранию. я смотрел только на пустые кресла и даже не мог передавать слово нормально. Но сейчас вижу вас и так это хорошо. Я рад вас видеть и благодарен вам, что вы пришли. Но Господь много лет тому назад Он позволил нам передавать слово через интернет. Бог давно возлюбил вас и Он спас вас и ведет вас. И Он ведет вас. И из-за этого я не могу не удивляться. Порой у нас появляется беспокойство. Но знаете, что говорит Дам Бог? Ни о чем не переживайте. Ни о чем не переживайте. Так говорит Иисус. Почему? Потому что Он говорит, Я возьму на себя ответственность. Веруйте в это слово. Когда есть проблема, не нужно только переживать. Нужно верить. Ни о чем не переживайте. Иисус говорит, верь. У других людей может не видно. И я не могу видеть так же. Но я не могу отрицать, что Иисус действует в моей жизни. И то, что мы сейчас делаем, это совершается Иисуса. сейчас мы начали теологическую школу в Америке. Вчера я спросил, вчера утром я спросил, сколько человек сейчас зарегистрировалось? Сейчас идет регистрация. и вчера мне сказали, что 4600 человек зарегистрировалось. Я думаю, если будут регистрируются до конца февраля, тогда число вырастет до 10 тысяч человек. если в Америке зарегистрировалось в нашей школе тысяча служителей, может по 200 человек в неделю, если будут передавать это Евангелие, тогда вся страна США будет оживать. И это касается не только США. Я видел фотографию, которую мне прислали из Бразилии. Многие люди погибли из-за коронавируса. Люди находятся на улице и ничего не имеют. И я видел, как они молятся. Они страдают из-за коронавируса. Слово, которое мы передаем о прощении грехов дарит им надежду. И вы не представляете, как они тронуты. Я три раза давал интервью телеканалу Heddy Brazil. Каждый раз, когда я даю интервью, 5000 комментариев появляются под моим интервью, и сотрудники удивляются. В последний раз, когда я дал интервью, ведущая сказала, что я красивый внешне. Я сказал, о, я вас запомню. Потому что впервые в моей жизни я слышал, что я красивый. И говорят, что в Бразилии люди ждут меня. И также показывали документальный фильм обо мне. Уже несколько десяток лет тому назад Бог начал действовать, что мы транслировали слова в интернете. Многие СМИ у меня спрашивают, а как вы заранее могли подготовиться, вы что знали? Нет, Бог так сделал. Если в компании Samsung будут хорошо создавать телефоны, то может выйти телефон, который может связаться с Царством Небесным. И тогда мы позвоним пресвит Турли и скажем, знаете, благодаря вам, в 2020 году мы транслировали слово через интернет, и весь мир изменился. Надо было вам увидеть эту сцену. Конечно, обидно, что он не увидел всего этого. Но Господь жив среди нас. Дорогие слушатели, когда у вас есть трудности, вспоминайте о Боге, не переживайте. Бог сказал ни о чем не беспокоиться. Это значит, что он берет на себя ответственность. Веруйте в Бога и возвышайте Господа Бога. Спасибо за внимание. Субтитры Продолжение следует...